Вот сейчас прям точно-точно, не глянешь предыдущей серии, тире, ничего не поймёшь, и вообще данный ролик покажется бредом, сомнительным, в ЛСДшной обёртке, конфетке, рачок. А коль ролики в разум записаны, милости прошу. Джейн добрый всем адекватным и абсолютно разумным ехиднышам, что желают знать сюжет столь бесноватой виртуальной бериндейки категории рожи Шрека и Осла. Давай ещё разом. Нет, нет, нет. Сегодня мы с вами придём к определённым выводам и покончим жизнь, покончим с данным временным отрезком истории цепи миров. Да, вы всё правильно поняли. Финал стоит у порога. Он готовится к тому, чтобы вынудить нас испытать... ШОК. Но перед этим хотелось бы утолить жажду любопытства и показать вам, что же будет, если украсть буравчика из его логова и высадить его где-нибудь в гузне бытия. Иди ко мне, сладенький, пора кататься. Вышел вон из меха, сову вечный низкожопик. Ну, надеюсь, он не найдёт дорогу назад. Ну, а ты попался, гнусный предатель. Как у тебя, оторванного потроха, поднялась рука стоит твоего любимого вождя сныти враждебного окружения? Бюро заседало непрерывно много циклов, обсуждая эту ситуацию. Исчезновение буравчиков основало главных на край катастрофы. Только эта мысль придавала мне силы, чтобы, терпя страдания и унижения, доползти самостоятельно до Вигбу. Проклятые Би, вы чуть не сожрали меня? В лице моей персоны оскорблены все вимураты. Я полз и думал о возмездии для подонка, что пренебрёг долгом по охране буравчика. Только твоя полная безоговорчная рубикация смоет позор с лица Глоркса и моих орденов. Воу. На мою шутку он отреагировал весьма сурово, а всё потому, что у него нет профессионального набора геймера от швейцарской фирмы Logitech. Все из вас знают, что я игорных дел мастер, и всю свою сознательную жизнь пытаюсь пользоваться сугубо качественным инвентарём. Как, например, моя клавиатура марки Logitech. Пока что на неё жалоб от меня не поступало. Конечно, она уже не нова. Воу. Механика? Вау. Механическая клавиатура Logitech G512. Вещь максимально солидная и... О боже, от этого алюминиевого покрытия исходит аура эстетического умиротворения. Авиационный класс защиты означает максимальную бронеспособность. Клава переживёт даже самый лютый нервный срыв из-за кретина в команде. В механических клавиатурах для абсолютного абсолюта очень важен импакт от нажатия на клавишу. У представленной линейки клавиатур есть на выбор три типа механических переключателей, и конкретно у данной вкусняшки тип клац-клацачек называется GX Brown, обладающий приятным тактильным откликом. Найс. Конечно, следуя всем современным стандартам эстетики, инженеры занесли сюда подсветку по технологии LightSync, что позволяет синхронизироваться с другими устройствами той же швейцарской фирмы, благо есть специальное ПО, G-Hub, в котором всё это можно настраивать, и не только. Мышь Logitech G502 Hero. Я бы даже сказал Real Hero. Я, конечно, описал бы все свои положительные впечатления от этого устройства максимально эмоционально, но мне по тех заданию материться нельзя, так что буду глаголить литературным глазом. Эта мышь просто чудо. Не буду вам заливать про множество кнопок и качественный шнур. Этим сейчас никого не удивишь. А вот чем реально можно заставить человека, ах, испытать удивление, это грузики. В комплекте идут вот такие прекрасные штучки, которые вы можете поместить внутрь мыши и сделать её подходящей конкретно для вас. Плюс ко всему этому приятное нажатие на клавиши и обалденный материал, из которого это чудо сделано. Мышь и клавиатура. Как оказывается, мало нужно для счастья. Logitech гарантирует вам 2 года гарантии по потрясающую службу поддержки, которая, если что, и деталями поможет, и в случае чего бесплатно заменит устройство. Одним словом, Швейцария. Если что, ссылки на все эти плюшки в описании под роликом. В прошлый раз я готовился к тому, чтобы по приказу Парафина отправиться на разведку в мир под названием Трил. Ох, в общем, вот. Лицезрейте. Похоже на ад, преисподнюю, Ташкент, комментарии под роликами анонсов PS+. Сейчас я сразу накастую на себя начертателем способность щита, просто потому, что не хочу, чтобы мне в рожу прилетели миллион фаерболов. Какая-то иракская версия замка Такеши. И это еще хорошо, что я на винтокрыли, иначе пришлось бы по кочкам скакать, пытаясь не шерзыхнуться в лаву. Воистину, сомнительное местечко. По поручению Парафина нам необходимо сесть прямо здесь, дабы начертатель записал в себя некоторые данные. Вроде просто, но и тут не без паранормальщины. Где твой мессия, предмет? Странные голоса звучат в этом месте, подобно шепоту в голове юродивого. Израиль, нелегитимное государство. Так, нам тут делать более нечего. Предлагаю, скорее, покинуть столь неприятное место. Парафин очень рад результатам посещения Трила, и в награду предлагает нам поведать о смысле жизни. Время для... О***ительной истории, колесник! По его словам, все ныне происходящее самый настоящий бесноватый сумбур, а виной всему этому фэнтезийные масоны подкликухой инферналы, что обитают на Триле. Их нам, конечно, не увидеть, но они есть. В свое время именно эти непонятные существа и устроили субсуществ. Весь этот апокалипсис их многоходовочка ради непонятно чего. Они связались с людьми, дали им знание, что свели с ума слабых, а сильные мира сего ничего не могли поделать, и просто наблюдали, как Софти и Криспа превращают друг друга в биологически опасный фарм. Инферналы своего добились. Наблюдатели же? Нет! Зато они смогли избежать ужасной участи супсуществ, выйдя на совершенно иной уровень бытия в другом измерении. В этом состоянии они смогли прожить достаточно, чтобы прийти к определенным выводам. Дети супсуществ, хоть и жалкая пародия на своих предтечь, но все равно жизни заслуживают. Правда, свой конец они приближают и без какой-либо помощи, ведь, по словам Парафина, в погоне за куколами они лишь догонят свою смерть. Куклы несут смысл, а без смысла жизни нет. Хммм... Понимаю. В погоне за нюхой и кукольной идеей биоса получают мотивацию к жизни, но рано или поздно все они заимеют в свои руки предназначенные им куклы, словят смысловый передоз и потеряют волю к жизни, и жизнь исчезнет с лица потерянной цепи. Этого не избежать! Не избежать? Но, по словам Парафина, надежда есть. Наблюдатели не просто наблюдали, но и пытались найти решение. По их мнению, мы должны помочь жизни протянуть свои лапы как можно дальше. Помните пассажиров, что мы могли катать в своем мехасе? Парафиноч повелевает взять по одному жителю из каждого эскейва в этом мире и равномерно раскидать их по проклятым мирам цепи. Примером такого мира является виксов. Ну, вы помните. Все биосы живут под землей. В проклятых мирах они также сороются под землю, и там попытаются выжить и жить своей жизнью без пагубного влияния кукол. То есть банально слезут с нюховой иглы. На словах все так хорошо и по-доброму просто. Ага. Конкретно начиная с этого момента, я не советую вам до конца верить кому-либо вообще. У каждого свои мотивы. А вас же, возможно, используют. По словам того же Парафина, лишь мы способны изменить судьбу этого мира, и мы просто обязаны сделать так, как он говорит, иначе случится ужасно. Хм... А что если я скажу вам, что мы можем узнать мнение с другой стороны? Возможно, нам стоит поговорить с карманом. В Потериной цепи есть четыре проклятых мира, и каждый куда страннее предыдущего. Виксов вы видели с гербом России. В нем мы нашли начертатель. Уверен, что в других мирах тоже много чего интересного и полезного. Следующим я предлагаю вам навестить кокс. Не смейтесь, ребят. Не надо. И дело не в том, что я культурный, а слово кокс не смешно. Просто кокс – место нехорошее. Это один из миров некогда населенной Софти, и с виду он совсем не тронут. Всюду дороги, дома и прочие признаки типичного города. Правда, вот признаков жизни столько же, сколько и в российской глубинке. Где-то тут находится артефакт, правда, чтобы добраться до него, надо иметь терпение, сильную волю и банальное умение не падать, Харри, в канаву. Спустя некоторое время, после нашего прихода, свет гаснет, и у нас начинает заканчиваться кислород. Мы умираем. Обидно, да? А еще, по словам одного из советников, на самом деле, в темноте наш мехас разбирают выжившие Софти. Ну и все, это бред Цикса. Да. Винтокрыл в этом мире бесполезен. Продаю его и покупаю грузач. Увы и ах. Чтобы пройти кокс, надо ехать прямо по линии пути, и ехать желательно быстро и аккуратно. Гаснущий свет не страшен, ведь мы его включаем, проезжая через контрольные точки. Есть, конечно, вот этот вредный поворот, да хрен с ним. Проехав через все точки, мы доезжаем до цели, а свет более не гаснет. В наших руках оказывается способ 83. А я же начинаю верить в бога. Господи, спасибо тебе за такой подгон. Видишь, все-таки он существует. Это он свыше дает команды, Саша. Я радуюсь так, потому что данный артефакт по своей сути карманный коридор сквозь миры потерянной цепи. Игра удивляет. Следующим миром лицезретье Бузину. Бузину, хрен знает на самом деле. Не стоит шокироваться происходящему подобию адского детского шоу с кислотой и драквинами. Врагов тут нет, а единственная опасность это странные магические снаряды со стороны булыжников и возможная обида на невозможность решения локальной буквенной головоломки. Посреди карты находится тайник с кнопками, которые следует нажимать в правильном порядке. Правда, вот шифр мы могли узнать задолго до этого от одного из ваших пассажиров. Насколько я понял, на каждый ранг генерируется свой пароль, так что просто так нагуглить его вы не сможете. Остается лишь быть бдительным и не профукать моментик. Конкретно в данном мире меня ожидал артефакт Бут Сектор. Эта вещь представляет из себя демоническую чудо-баранку, способную перемещать нас между нашими мехасами. Да-да-да! При использовании нас перемещают в главный эскейф этого мира и выдают рафа. Наш предыдущий транспорт со всем содержимым остается на своем месте, а мы уже способны купить мехас пока что другой и двинуться дальше. Последним миром чудным представляю вам Аркозной, или как я его называю, огромный кошачий толчок с подземными котяхами, желающими дать нам в рыло. Перемещаться здесь, конечно, сложно, но финальная награда того стоит Механический Мессия. Этот артефакт весьма необычайен не только своим видом, но и реакцией биосов на его привоз из Кейвы. И Эллипода, и храбрые бибураты, и даже поехавшие циксы, доудури боятся Мессию, так как считают артефакт прокаженным, злым, и просто неприятным. Сам же Мессия способен на многое, и можно даже сказать, имба. Имба-эн-а-сатана. Это не та реклама. Он способен делать меха с невидимым, уничтожать все вокруг силы огня, и даже вынуждать противников опорожнять все содержимое своих трюмов. Поистине кошмарное устройство. К тому же, с помощью него можно обмануть ландшафтные границы. Более нет смысла катиться с одного конца карты до другого. Просто превращаемся в биба, и срезаем. Но самое важное в этой игрушке то, что именно благодаря нему мы можем наконец-то поговорить с жителями Трила. Понимая, что истина всегда где-то между, я отправился обратно на Трил, но уже с нужным артефактом. Пусть шепот сменится голосом громким. Голос, звучащий здесь, есть голос инферналов. Именно тех существ, что дали знания людям и по словам Парафина свели их с ума. То, что он говорит сейчас абсолютно противоречит тому, что мы слышали в спопсе. И на то есть причины. Карман заявляет нам, что все существа цепили, точнее у Ниванга по его терминологии в опасности. Их ожидает скорая смерть из-за огромной тяги к куклам и их нюхи. И единственный способ спасти их это поймать всех кукол и отдать им. Тогда они вместо того, чтобы жить в изматывающей погоне за нюхой, обретут самих себя. Пояснения весьма размытые и не дают точно понять, а что? Зачем? А почему? Парафина Карман, по моему взгляду, два сомнительных чела. А их цели вообще дичь. Один просит живых существ, живых, украсть и просто выкинуть на мороз в проклятые миры. А другой так вообще хочет, чтобы мы поймали всех кукол и отдали биосам, чтобы что? Чтобы потом вся цепь стала как Икспло? Дурдом какой-то. Самое забавное, что именно мы сейчас должны решить на чьей мы стороне, чью волю исполним. Конечно, будь моя воля, я бы вообще ничего не делал, но так не пойдет. Я покажу все пути и все варианты исходов, а вы же сами решайте. Хе-хе-хе-хе. Где правда? Первым делом давайте сделаем, как желают наблюдатели. Нам необходимо взять по одному жителю из каждого из Киева и раскидать их по четырем проклятым мирам. Дело не особо сложное на самом деле. Единственный нюанс совесть и моральный барьер, что пришлось мне пройти. Я не надеюсь на их выживание и понимаю, что обрекаю их на смерть. И, кстати, я снова пересел на песколаз. Просто грузовик с огромным турюмом мне более не нужен, а тот же винтокрыл не дарит нужной эстетики. Эстетики приятного вождения, а не шляндржиха чапокочком. Теперь, когда все жители отправлены покорять другие части цепи, стоит наведать Парафина и узнать дальнейший план действий. О, радость. Прибыл все тот же ванкер. Ладно и прохладно. Не будем ходить вокруг до окололамповыми чтениями диалогов. Парафин, наконец, начал выкладывать карты на стол. По его мнению, мы готовы увидеть мир по ту сторону занавеса. Все вокруг происходящее невозможно и нелогично. Это бред. Чушь. Наблюдатели много времени анализировали произошедшее во время супа существ и пришли к выводу, что ни при каких условиях люди и жуки не могли мутировать в какой-то другой вид. Ни бомбы, ни бактерии, ни токсины не могли помочь прийти к такому эффекту. Но что же тогда произошло? А все очень просто и в то же время сложно. Кто-то намеренно поменял правила реальности и законы мироздания. Буквально изменил алгоритмы движка этого мира, и вел алгоритмы, благодаря которым мутации стали возможными. Есть подозрения. Виной всему инферналы. Они обладают страшными знаниями и способны творить кошмарные вещи. Нельзя дать им и дальше творить зло. Необходимо их остановить. Благо у наблюдателей есть план. По их подозрениям существует и другая сила. Куда более могущественные, даже инферналы беспомощны пред ними. Нужно связаться с ними, дать им знать о кошмарах цепи миров и вызвать на помощь. Парафин вживляет в наш начертатель особый гипермаяк, способный уведомить высшие силы о нас. Нас просят отвезти его на Трил, активировать и выбросить. После этого ты уже не сможешь посетить спопс без начертателя. Но мы имеем шанс встретиться. У нас имеется артефакт способ 83. С помощью него мы потом должны будем отправиться в законсервированное место под названием Хмок. Парафин не знает точно что, но именно там мы и можем найти нечто связанное с землей. Прощай, коммунилиций. Как бы это не было печально, но данный поступок мало того, что лишает нас начертателя, так еще и убивает сам Трил. Ха, интересно. Что ж, сделал дело, иди на... С помощью своего драгоценного артефакта двигаюсь загадочный Хмок. Как видите, мы в каком-то странном железном месте. Осмотритесь, похоже на тюрьму. Хотя это совсем не тюрьма. У меня есть подозрение, что это похоже на гробницу, и на то есть причина. Давайте для начала решим локальную головоломку. Посреди лежит банка с особой кислотой, коей мы прожигаем дыру в решетках и ломаем замок от могилы. В наши руки попала спумия. Что это, спросите вы? Ох, ответ дать, конечно, сложно. Из всех наших знакомых относительно адекватный ответ дает цифра. Ха-ха, когда Асдон, заключенный на Ахмоке, безумец, сила инферналов покинула труп и стала рыскать по мирам еще другое тело. Маленький цик слепил из глины куклы Софти и поймал туда страшный дух. Стих пор обещает спумию показать имир Софти тому, кто ее освободит. А, но это коварная ложь. Немного отфильтровав ее базар, я пришел к выводу, что это труп одного из спиритов, что некогда сошел с ума от инфернальных знаний. Именно с помощью этого предмета мы окажемся сейчас у порога к концу этой истории. Все, что нам нужно, это поместить спумию вкусов и сдохнуть в ближайшей канаве. Я не шучу. Именно с таким чудным предметом за нашей спиной смерть будет не смертью, а перерождением. Мы воскресаем там, где и начинали до этого. В подише, пред очами липкого. Свершилось! Или поды давно уже слыхали овангелии летящем сквозь века, минуя линзы наши. Я таю. Прибыл бог цепи и безусловный странник. Я уже забыл, когда встречал похожий случай. Явление души с пумио восстало. Тебе, прошедший все на свете пеликрим, открылся коридор неведомая. Он, посредив астрала, одинокий неведомый другим стоит. Изведай, что за ним. Прощай, легендарный вангер, мы не увидимся уже. Твоя дорога уходит вдаль, оттуда нет возврата никому из нас. Ты сложнее всех цепей, ты избран для отчета. Не забывай своих друзей, пугливых и липодов. Прости за все, что было. Ныне ты другой. Ступай. Спасибо, Липки. Спасибо на добром слове и прощай. Мы покидаем этот мир. На имеющиеся деньги я приобрел последний свой мехас и зарядив спираль, отправляюсь на землю. Только вот вместо перелета нам открывают часть истинной натуры. Столь странная история. Вангер, с тобой говорят проникшие наблюдатели. Ты уже разложился в коридорную пыль, но еще не покинул цепь. Ты практически на земле, обратного пути уже нет. У нас есть мгновение, чтобы наконец пролить цепь на то, кто ты есть и кто есть мы. Ты прошел до этого момента, когда мы обязаны все объяснить. Другого шанса у нас уже не будет. Первый круг пройден, дальше начинается неизведанное для нас. Дальнейшая информация из уст наблюдателей не просто шокирует, но и переворачивает восприятие этого мира. Мироздание то и дело колбасит. Случаются ошибки, реальность обрастает раковыми багами, а порой и вовсе случаются фатальные парадоксы. Но реальность в то и время подвергает сама себя чистке, убирая все эти аномальные казусы. Наблюдатели стали теми, кто они есть благодаря одной из таких аномалий, так как успели нырнуть в карманное измерение, где и поныне существует вне времени. Правда, кроме как наблюдения, они ничего сделать не могут, и сама возможность сказать нам что-либо сейчас феноменально. Мы, вангер, мы тоже аномалия, которые они не могут найти рационального объяснения. После супа существ совершенно внезапно, ни с того ни с сего, мехасы начали оживать сами по себе. Биосы были шокированы этим фактом и попробовали вскрыть первых вангеров, но ужас, внутри никого не было. Кто-то управлял транспортом извне. наблюдатели это заинтересовало, и они начали вести надзор, чтобы попробовать создать своих собственных колесников цепи миров. Они пытались создать низшие формы искусственного интеллекта, но все было тщетно. Тогда они вновь воспользовались аномалиями и временными дырами. Наблюдатели смогли посадить за роль мехаса нас. Они дублируют поведение каждого игрока и делают его копию, способную самостоятельно управлять мехасом. Парафин не более чем живой компьютер, отправивший множество вангеров на землю, таких как мы с вами. Правда, наблюдатели так и не смогли связаться ни с кем из них, но теперь благодаря гипермаяку на Трилле все изменится. Потерянная цепь миров возможно не единственная. Множество цепей существует множество миров, но связующим звеном и центром является земля. Человек, твой вангер начал самостоятельное движение. Он совершил переплату. Дальнейшая судьба неизвестна. Прощай. Конец? Это было... А что это было? Пожалуй, стоит высказать некоторые выводы, и похоже... Не доверяю я наблюдателям и этому парафину. Конечно, мне не хотелось бы избавляться от уже ставших мне такими близкими биосов, но деваться некуда. Надо дорваться до истины. Чтобы поймать хотя бы одну куклу, необходимо быть водителем массивного мехаса, в который поместится кукиш. Особый кукольный капкан. Действует он достаточно просто. Смотришь, где на карте кукла, кидаешь в ее сторону кукиш и вуаля! Кукла наша. Биллс реагирует на столь прекрасные подарки радостно и буквально впадают в экстаз, вычеркивая из своей жизни один цикл за другим, к которому привязана та или иная кукла. Хотя, конечно же, я их радость не разделяю. Отлов кукол имеет свои последствия. Я не знаю точно, хорошо им сейчас или нет. Они все где-то глубоко под землей, а я же испытываю горечь и сожаление от потери тех, кто стал мне так близок. Остальным вангерам цепилиш остается сойти с ума и погрузиться с головой в безумие. Но карман нас уверяет, что все хорошо и приоткрывает нам завесу другой стороны монеты. То, что он рассказал далее, повергло меня в сомнение и слегка исказило восприятие слов того же Парафина. Каждое разумное существо рано или поздно должно пройти через испытание, а именно пережить и побороть тот маленький кусочек зла хаоса, что срождается в недрах разума и стремится направить волю по пути разрушения всего и вся. Давным давно это случилось и с людьми. Спириты, духовные сверхлюди вышли на новый уровень бытия и глаза раскрылись и увидали они реальную суть вещей. Правда вот не все спириты смогли пережить столь страшное потрясение и в их сердцах зародилось зло. Так появились наблюдатели. Наблюдатели. Наблюдатели выжелали уничтожить саму суть жизни в своем мире. Субсуществ когда те сгинут в погоне за куклами. Карман считает, что наше дело бравое и благодаря нам у несчастных созданий появился шанс глубоко под землей. Вдали от наблюдателей. Но есть и грусть во всем этом. Наблюдатели вечны в своем измерении и рано или поздно найдут способ добраться до несчастных. Необходимо обрубить связь между наблюдателями и этим миром. Наш механический мессия получил новые функции. Необходимо активировать его и бросить внутрь с попса, чтобы он смог избавить мир от влияния наблюдателей. Сами инферналы вовсе не желают смерти этих сил и постараются вскоре оказать на них должное влияние. Пока что лишь нужно обеспечить безопасность другим живым существам. Но нас же из виду терять не хотят. Да, без мессии мы не сможем более связаться с карманом и поэтому заранее дает нам дальнейшие указания. Единственный путь к нам лежит через родной мир Софти. Ключ коридора на него хранится в Спуми, наследие древних спиритов. Спуми опокоится там, где ты еще никогда не был и не бойся умирать с ней. Отправляйся в свой нелегкий путь. Твой мир в твоих руках. Мы ждем тебя на земле, Ванкер. Мы отключаем парафина, а Спопсоны не покрыт тьмой. Мы же забираем спуни из Кмока и лишаем себя жизни. Следом открываем глаза и мы в подише. Правда тут вместо липкого лишь записка с указаниями, что делать дальше. А далее мы двигаемся к коридору на землю. Инфернальный контроль событий. Активация продвинутой монады обзор. Инфернальная реанимация очнувшихся. Справка. Инфернальный контроль событий. Блок подглядывания за всеми явлениями. Путь слуги Инфернала открывает нам глаза на немного иную суть. Да, мы управляли мехасом из нашего мира, и вообще мы не существуем на самом деле. Инфернальный конвейер по производству вангеров работает стабильно, реальность в очередной раз была очищена от аномалий и ошибок, а мы более не нужны и можем жить спокойно. Инферналами была создана монада нашей сущности, и теперь а система завершает вещание итогов. И это были вангеры, дорогие мои. Нет! Мы не будем рабами и не будем идти на поводу у наблюдателей, инферналов и кого бы то не было. Мы пойдем на перекор судьбе и избавим этот мир от всех. Допустим, биосы будут спасены, если выбросить их представителей в проклятые миры. Пусть! Да, они будут жить, но совсем не в том виде, в котором вы представляете. Парафин в режиме ожидания. Функция зависимости распространения биомассы от времени должна быть непрерывной и возрастающей. Неужели вы действительно думали, что эти единицы личности образуют новое общество? Нет! Время будет идти, и эти несчастные умрут, а точнее распадутся на биоматериал, образует из себя тот самый первобытный суп, из которого появится новая жизнь. А куклы возможно биосы спасутся под землей и будут жить себе в радость. Правда, эта жизнь будет в коме, в вечном наркотическом сне, без какой-либо мотивации и причины, чтобы проснуться. Будут пребывать в анабиозе и ждать своего часа. Я исполню две воли двух сторон и от этих же сторон избавлюсь. Никто не останется в выигрыше, лишь я буду доволен своими поступками. Смерть со спумией в руках и радостный прыжок в коридор до земли. Случается нечто странное. Мы видим радостные слова наблюдателей и системный вывод вангерского конвейера инферналов. Но все у этого есть большое отличие, ведь в конце инфернальный стабилизатор реальности. Внимание! Экстренное прерывание. В униванге обнаружено нарушение высшего класса. Неочередная чистка реальности не устранила аномалию. В стерилии на ТРЛ-зоне наблюдаются устойчивые признаки гипотетической третьей воли. Согласно инструкции о возможности возникновения аналогического разума слева к вселенной законсервировали. То, что случилось, выходит за ранки инфернальных понятий. случилась аномалия, которая не может убрать очередная чистка реальности. Сделано предположение. Возникла третья воля. И вот я получил механического мессиера. У него, конечно, есть разные функции, но больше всего воспоразит функция счастливчик. Благодаря нему мы аварийное завершение задачи категории счастливчик. Главное на мастер консоли нулевой уровень выходных сигналов. Объект вступил в контакт с ММКом непонятный и не справился с управлением. В объекте выявлен брак. Фатальное стремление досрочно завершить процесс тестирования с положительным результатом. Присурсы самоликвидируешься, объект освобождены и утилизированы. Мы отказались от всего этого вангерского бытия. С помощью мессии мы оборвали нашу связь между цепью миров и нами. Странный, конечно, конец для истории. Интересно, а что было бы если... А вы знали, что если вам неохота участвовать во всей этой истории, то можно просто умереть. Я отказываюсь быть частью этих инфернальных и наблюдательных заговоров. Но и стать свидетелем какого-либо исхода тоже не желаю, поэтому я принимаю решение завершить эту историю на своих условиях. Оба, какая радость! Беглый Раф заглянул! Без Рабокса! Растепа! Утилизация Вангера произведена согласно программе «Все Вангеры на стадион за рекордами». Разработаны гири. Объект добровольно принял участие в соревновании мехасы на ядерной войне. Согласно регламенту Вангера и других участников поместили железные емкости, символизирующие мехасы. Другие участники набивали емкости твердыми калеными ядробусами, стараясь запихнуть как можно большее число цветы. Как и предполагалось, мехас участника Вангера вместил максимальное количество дидробусов. Он был торжественно объявлен победителем. Гиря возложил на его останки венок из водорослей. И это были Вангеры. Дорогие мои. Именно ролики по этой игре вы так просили. Спасибо. Если бы я пропустил эту игру мимо себя, мимо своего взора, то это было бы непростительно. Конечно, игра хорошая, мне очень понравилась, но вместо того, чтобы лишний раз нахваливать игру, я, пожалуй, лишний раз поразмышляю над историей и итогами. По канону игры, мы с вами, а точнее те, кто в нее играют, есть Вангеры. Хотите увидеть официальный арт по игре? Взгляните в зеркало. Тот же загрузочный экран жирно намекает вам на это. Конечно, многих в свое время смущал факт лжи со стороны липкого, что нас отверг стручок и т.д., из-за чего многие, возможно, предположили, что вангеры это или поды. Но вот что я вам скажу, все или поды более приближены по биологической структуре к софте, а точнее к людям. Возможно, эти зеленые со своими стручками и способностями видеть невидимое знали и знают куда больше. По канон игры таких цепей может быть куда больше и есть множество других наблюдателей. Возможно, они намекали на другие вангерские реальности, на другие части, а возможно, имелось в виду, что другие игры также могут быть альтернативным пузырем реальности, а сами игры лишь очередная инфернальная программа, что считывает нашу сущность и создает автономную монаду нашей личности. А вдруг мы уже живем в мире, что по своей сути хранилище монад, а сами мы с вами не более чем конвейерный слепок реального человека. Инферналы все ждут результаты тестов. С вами был я, Бэбэй, а вы лицезрели серию роликов про российскую гоночную аркаду без сюжета. До скорых встреч, не прощаемся.